Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Металик Дэнни, сегодня мы с вами разберем такую необычную колоду на Дагоне и Кельтулисе. Просили меня посмотреть эту колоду, оценить, поиграть на ней честно, до конца не понимал и не понимаю, как она работает, но она работает. Комбинация Кельтулиса и Дагона рабочая. Сегодня мы с вами разберем, как это играется и что это вообще за чудовище такое. Перед началом ролика не забудьте подписаться на канал, чтобы пропустить данные новые ролики, а также не забудьте поставить лайк этой колоде и лайк этому ролику, это помогает продвижению канала. Если вы хотите поддержать меня, то можете сделать это в Донейшн Алерс или в Донат Пэй, ссылочки также будут в описании. И не забывайте вступать в Дискорд сервер, лучший чат, самая лучшая гвинт комьюнити, которая только есть, все в описании. Но мы переходим к разбору данной колоды. Колода играется, как вы понимаете, на завещаниях и на Кельтулисе, которая сжигает отряды противника. В первом раунде вам, во-первых, желательно синей монеты играть, потому что на синей монете у вас уровны теней есть и более хорошая прокрутка. Кухарка ритуал в первом раунде играется. По завещанию она призывает вас случайно к бронзовым отрядам с способностью завещания. Сколько у вас бронзовых завещанцев? Гнилец, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь карт завещаний, то есть вам желательно в первом раунде скидывать как можно больше бронзовой, бронзовой бронзы, бронзовых карт на завещании, чтобы выкрутить как можно больше через Кухарку ритуал, особенно на синей монете. В принципе, этого вам хватает, чтобы забрать первый раунд. Кухарка ритуал, ну и какие-нибудь жруны по типу Боргестра, по типу Ослизга, Эндриаги Война, то есть этого вам хватит, чтобы забрать первый раунд. Второй раунд вы будете забирать как раз и Кильтулис и Дагоном под защитником. Дагон на второй стадии будет играть следующим образом. В конце хода будет увеличиваться у него счетчик, счетчик будет один. И когда мы достигнем счетчика 5, мы создадим изначально копию этой карты в вашей руке. Мы активируем сначала через Абайю этот отряд, чтобы Дагон создался в руке. И также съедим его через, например, Боргестра, Ослизга, ну или Эндриагу Война. Журнов у нас здесь не так много, поэтому аккуратно надо здесь это все сыграть и иметь кого-то в руке. Гарпи колена еще есть, которые кушают. В общем, комбинация лютая, то есть у вас тут не так много спелов, но много тех, кто ест. То есть отрадов у вас будет не так много, потому что условно Ослизг, Гарпи будут есть. Есть отряды и сжигаться будут отрады противника. Если вы каким-то образом не забираете второй раунд таким вот душением, то опять-таки вы все можете там возродить через Шабаш ведьм. Шабаш ведьм вы можете и в первом раунде, и в втором раунде воспользоваться, и в третьем. Иногда вы во втором, в первом вернее будете отдавать Кильтулис, поэтому Шабаш им поднять можно будет Кильтулиса. Если там Кильтулис или защитника проходит, их также, ну во втором раунде их прошли. Во втором раунде их можно поднять через Шабаш. Короче, вариаций здесь много. Королевы Главоглазов чаще всего делают Кильтулис, но иногда делают и Дагона. То есть и та, и другая комбинация очень забавная. Поэтому пробуйте что-то из этого делать. Королева Главоглазов играется куда-то. Из прокрутки у нас здесь они романтии, королевский указ. То есть прокрутка здесь хорошая. Главное в первом раунде найти вам кухарку ритуал. Тогда у вас все будет круто. Панцирь тут нужен под Кильтулис, под защитника. То есть делать как можно больше отрядов с, так скажем, покровом. Условной такой неуязвимостью, которая будет тяжелее пройти. Опять-таки от каратки вас никто не спасет. Но если вам закаратят Кильтулис, то у вас есть Дагон и много, как бы, карт на завещании. Поэтому здесь колода строится не только на Кильтулисе, но еще и на Дагоне и на завещаниях. Поэтому колода интересная, необычная. Будем с вами ее разыгрывать. Дагона, правда, вы не поднимаете сброса. Но можно Дагона очистить ворожеем и добавить ему покров. Так тоже можно сделать и поднять защитника, Кильтулис и Дагона к третьему раунду. Тоже неплохо, такое бывает делали. В общем, самый неудачный для нас матчапа это Нильфгард, конечно же, потому что много контроля. И, возможно, на беге, но на беге, на синей монете мы можем пройти. Защитник, все долго стоит, все долго крутится и, как бы, нормально. Поэтому контроль нас пугает, а вот колоды, которые играют темпом на статы, мы в теории можем пройти. Все зависит от первого раунда. Ну что ж, перейдем к практике, погнали. Процесс играет Палка и на красной монете. Плохой матчап для нас. То есть тут и контроль, и монета где-то. Ну, давайте посмотрим. Матчап плохой, главное найти все. Мы ничего не нашли. Но еще поищем. Убираем эту карту, убираем эту карту. Нашли указ, в самом конец. Вот в самом конец неплохо было найти эту карту. Тяжело будет проходить. Возможно, Абая потратится в этом раунде. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть завещанцев. Я верую, перераспределение благ. Я верую. Я тоже верую. Мы-то не как-то за контрим. Ну, давай так. Это нахер сборка, очевидно. У него. Давайте пациентам в этот ряд для туманника. Может было покров добавить? Ну, разницы особо не было. Окей. Вот ведь нечистые отродья. Отродья. Он ненавидит прям. Иди ко мне. Нам нужны статики. Ой-ой, про хвост. Ну-ка. Призывай что-нибудь. Ну, завещай. А, остиска. Блин, это, кстати, вообще неприятно. Очень неприятно. Ну, ладно. Но ладушки бывает. Угу. Ну, попадание будет только сюда хорошее. Ну, давайте попробуем. Туманник вдаль пойдет. Эээ, не то. Тяжеловато нам будет. Банк отдает. Разница видим. Понимать, что это. Тяжелая артиллерия нужна уже. В ваших землях проводят нечистые ритуалы. Помещать его. Его есть смысл с хават, чтобы у него был пуллбанк. Поэтому мы это и делаем. Мы его едим. Даже вот так, наверное, едим его. Мы все деньги дались ему. Слишком много. И добавляем покров. Сильнейший отряд. Он его может легко пройти. Хотя, кто у него? Моралистику проходит, да? Это, кстати, не накер. Как вы можете понять уже. А, курт, кстати, неплохо. Да. Ох ты у меня поверещишь. Поверещу я у тебя поверещу. Только радую поверещать тебе. Так, давай сюда. Опять хаваем. Давай, не знаю. Сирену. И еще раз покров. Биг отряд. Ну, я думаю, вряд ли ему что-то еще такое осталось. Вряд ли. Мы еще можем яйцами покидаться. Только Морельзи. Опять-таки это идеальный заход для него. Морельзи. Угу, окей. Дубовые. Дубовые возьмет дрова он. Верим. Вообще мы уже выигрываем. Мы в плюсе. Можно даже остановиться. Можем кильт улица. Под защитником. Нам этого хватает. Вполне. Ну, блин, давайте. Чем дальше мы идем, тем на самом деле хуже для нас. Наверное. Плюс карта, я думаю, имеет место здесь быть. В этой катке. У него только один движок остается. Но мы призовем, понятное дело, про хвост. Крайне. Дурят, да. Укров неплохо работает, да? Бабки. Из плохого мы призовем действительно ужасные карты. Карательность, про хвост. Ну и курт. Я не думаю, что он будет душить. Но если будет, что. Плак ему в руки. Надо больше карт, которые будут есть. Например, Эндриага. Она единственная, по-моему, и осталась. Давайте уберем. В гарпе я бы оставил одну. Дагон пришел. Давайте тоже яйцо, наверное, скипнем. Сирена неплохая. Окей. Так, что мы будем себе призывать? Скорее всего, кстати, мы будем призывать то, что он убьет нам в третьем раунде. Поэтому нам даже нечего сетапить на самом-то деле. Вообще нечего сетапить. Не романтий, что-то поставить. Яйцо. Яйцо не романтий. Давайте. Плюс прокрутка. Я думаю, тут нечего сетапить. Ну что ж, давайте смотреть. У нас есть один покров и поднятие. Я бы поставил защитника без покрова. Просто поставил защитника. Посмотрел бы, чем он его будет проходить. Он его проходит. Мы ставим покров. У нас, конечно, Кильтулис будет без покрова. И это печально. А может, Кильтулиса покров кинуть? Короче, сейчас посмотрим. Я думаю, это лучшие карты, которые могли нам прийти. Начинаем мыть с защитника. Окей. Менге. Пусть он, наверное, сюда инвестирует много-много дэмэджа. Он может пройти сразу до гона. Это проблема, кстати. Это большая проблема. Давайте начнем, наверное... Кильтулис тоже нельзя ставить. Какая проблема. Возможно, надо было покров добавить. Мы сразу выиграли. Я отыгрываю от всего, что там может быть. От всего. Пусть он его валит. Мы ставим Кильтулиса без покрова. Покров тогда будет в этого. И поднимем мы себе кухарку, кстати. Но кухарка, понятное дело, что такой себе для нас. Поднимем ему Баргестра, кухарку и... И гнильца. Такие себе карты. И мы поднимем, как ты уже говорил. А, даже сюда лидера дает. Окей. Устраивает. Вполне. Вполне устраивает. Окей. Так. Призываем. А, он даже так решил. Это неприятно. Это уже неприятно. Это уже ни в какие рамки не лезет. Не бойся. Гайлы помогут. Факт. Факт. Помогут. В самом деле, никому не помогут. Как он это будет проходить, я не знаю, если честно. Только если Морельзе есть деки. Но что-то как-то... Бинси, Банк. Карательница, Прохвост, Калиб. Я думаю, Морельзе там нету, только Граден. А Граден не может у нас пройти. И это проблема. Которая, возможно, даже пас. Хе-хе. И сдаться, в принципе. А, Фринкет только есть. Окей. Ну, кстати, фрики очень неприятные для нас. Отвратительные фрики. Просто омерзительные. Так, ну, кельтурит 50 на 50 убивает фриков. Кстати. Попробуем. 50 на 50. А, это хорошо. Хорошо. Кстати, единственный, по-моему, был выход из ситуации, по-моему. Я не знаю, может, какие-то еще есть дамаги на 6. На 4. Ему, типа, кровавыми деньгами пройти неплохо нас можно. Отвели, что догон надо расставлять? Ну, опять-таки, контрольная дека, ребят. Контрольная дека. Делать это крайне сложно. Блин, Граден убивает, да? Кельтурис. Ладно, давайте так ставить. Ждем Градена. Награды, да. Градена с наградой, да. А, блин, точно прохвоз же еще. Я про него забыл вообще. Ну, молодец. Молодец, сильный. Монета никуда не тратит. Значает догону награду. Блин. Тяжеловато, кстати, получилось. Блин. Я вообще такого не ожидал. Вообще не знаю, что делать. По логике, от догона надо избавляться сейчас. Максимально быстро. Но мы уже никак его не отыграем. Давайте делать так. Монеты ему лишние даются. Лишние монеты. Окей. Появили спендеры. Куда можно тратить деньги. Только притаскиваем. Вот сюда вот. Ну, видимо, я чуть не то сделал. Даже сам не заметил, не понял. Ну, ладно. Он тратит монет. Как же он тратит? Ну, валим, наверное, его сначала. Кхе-кхе-кхе-кхе. Мы уже догон не отыграем. Контроль, контроль. К сожалению. Я думаю, там градон остался. Я, может, и тупой, но вломить могу. Вломить могу. Ну, да, можешь. Магия съедет хаос. Магия съедет магия. Ну, наверное, вот так вот лучше всего будет А бабки попали К сожалению, это луз Это градон Побегал, окей Назад градон всю катку отыгрывал Справная, справная Справная и справная Но этого не хватает Очевидно, не хватает Ну, чё Ну, отыгрывал как мог Честно скажу, отыгрывал как мог Сустреление контроль Нас проходит, очевидно Такая вот катка Так Впрочем, у нас играет Балл, возможно, какой-то Аристократы, не знаю Тиборы, может Не знаю А самозванцы, кто ещё играет Назад стене монеты Это круто Нам надо найти важную карту В принципе, мы её указом уже нашли Убираем Как можно больше завещания Слишком хорошая карта для первого раунда Пиво может убрать ещё Ну, в принципе, норм Или слишком хорошо Окей, давай так Начнём мы с сирены Чтоб можно было сразу скавать То, что мы То, чем мы сходим Ты же не сделаешь нам больно Фиртонеру мы достаем кухарку И фигачим, фигачим, фигачим Я думаю, скорее это аристократы Ну, против режима Взбрасывать пиво, конечно Опрометчиво Как можно заметить Ладно, бывает Давайте подставим Кухарку Активируем её И я бы не знаю Спасибо за подписку Во время стрима Добавлю сразу покровщику Ну, чтобы он его не убил Её Винсент, ты же активируешь Окей, спасибо Стоит ли тратить эту карту? Возможно, нет Какую карту тратить тогда? Давай эту Ну, что ж Давай ещё карты Показывай, что там у тебя Ммм, Хавьер Как прикажете Ну, сонера мантин Хавьер неприятный так-то Очень даже А потом хавать будет нечем Проблема Наверное, всё-таки Андряга А не вот это вот всё Но он дал хороший контроль Либо мы Андряга сильнее, чем Боргестер Он более опционален Блин, ладно, давай так Лучшее попадание, кстати Ещё бы добить его Спасибо А игра любит Умеет, когда хоть хочет Но она может Очевидно, что мы идём в долгий Пока что необычная какая-то колода Но, видимо Чел что-то хочет контрить Какую-то мету Какие-то определённые деки Я не знаю Не уверен Ну, всё, найдём Так-то А не, правда, нет Давайте уберём его Хорошо Нашли королеву главоглаза Найдём пещерного тролля Через указ Нас это устраивает Может там лучше что-то быть Я думаю, нет Указ Защитник Защитник, конечно Если проходит Мы сразу Поднимаем его Здесь мы поднимаем Пока что 5-4 5-5-5 Иговенька, да? Это такая себе карта Хотя под гарпью колено Колено, блин Может и сработает Так Вот Интересный ход Ой, Филипп пришёл Киркоров Моя любимая дичь Конечно, беглецы Но мы делаем покров сюда Чтобы он его не прошёл Как он будет проходить Я без понятия И ставим пока что Догона Пока Догона ставим Там есть карта Которая он пройдёт Вильгерфордс Часто в Нильфах есть Балл там должен быть Аристократы Но без преданности Кстати Так Что-то важное Бумажное Губитель Окей, статков много Можно киль-тули Ставить Супер Не Ты реально сюда бафнул Ну, ему, кстати, некуда было баф Тогда окей Думал, просто мисплей Практично А ладно Нет Так Да, чё Это необычная колода Тебе надо будет с этим что-то делать Хватит Врухать сюда Он никак не может пройти Он не может нас пройти Уставим мы эту карту Ну, я, наверное В догона буду Не в киль-тули Са Кстати, так Ну, и в догона Можем не успеть, да Получить А, нет Разыграем Успеем Успеем Он же Нам даст карты Поэтому нормально Ну, ему не надо было Винсента отдавать Крутая игра На 2-4-7 Идём дальше Типа того Блин Пуп-пуп-пуп Так, с гинтомом Опять какая-то проблема Искал катку Наверное, минут 7 Я уже забыл Что я ищу катку Окей Хендбаф нам нашли Окей Интересное начало Так Синяя монета У него Не у нас У нас есть всё Но нет ничего Нам бы Кукарку Указ Или они Романтию Как достать её Надо У нас реально Есть всё Но есть ничего Это прям Самое подходящее Слово Я не знаю Как играть Эту катку Нет денег Нет товару Ставить кельту Улиса Сделай её Не волнуйся Так что Провернём дельца Давайте так Ну а что ещё могу сделать Погнали Погнали Наступание В ходу Окей Просто качать руку Качать руку Самолкни Тайсай Тайсай Как он качает руку Сдержать Смотрите Всё нашёл Окей Нормально Там прокачка Валютая А ну иди сюда Ты там Эй ты там Эй ты там Умирает четвёрочка Уже получше Дышать стало проще Яйцо Кстати надо было Не сюда ставить А возле этих Под эндрягу Ну ладно Сразу Минус Двадцать Сделать Симлас Ты мне Не додж Не додж Ты мне Окей Зато кильтурусь Рабочий Что? Зато кильтурусь Рабочий Это очень круто Так Убираем Ставим Королева Глава Глазов Так не хочется Давать В догонах Хочешь И клянуть Реально Так делать Он Бред Ну ладно Погнали Так Блин Дальше Очевидно Эндряга Пасовать Он не хочет Но я Ой Бедла Мадалу Не видел Этой колоде Расскажи Какие там планы Внутри планов Догонять Нормально Нам хорошо Ловушка Дякушкира Так сказать Мы выигрываем его Я не знаю Стоит ли вообще-то Кидаться Там остались Сильные карты И вроде бы Хочет поддушить Ловушка там Сколько усиляет На 8 Мы у него Еще карты Убиваем Поэтому ему Не хватает Надо давать Какую-то Забавную карту Чел И чтобы Ее хватило Окей Я думаю Там будет Не знаю Усиление Секунду подумал Ханбат С ловушки Мы уже Такое кстати Видели Первые дни Патчи Блин Паво Я серьезно Я думал Что-то более Хорошего У него Отмирает Четверка Ему хватает Понятно Если бы Прожал Раз Надо было Лишний раз Прожать Так Гавинт Работает Будет Что-то Но он Минус Две Не знаю Будет он Душ Душить У нас Такое ощущение Что нет Шабашем Поднимаем Двух Кельтурисов И королеву Этот спел Спел нам нужен Единственный Из немногих Так Ну мы все нашли По сути Гнелец Вот такой себе Гнелец На драйпас Да Пасуем Гнельцом Или Анейрой Анейра Можно Выкинуть Кухарку Потом Кухарку Эту Поднять Кварик Кварку Мы не поднимем В любом случае Нет 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 Смысла Гнелеца Поставим У нас плюс Карта Но У него Очень сильный Хендбаф Очень Хендбаф Будет Сильнее Мы все находим Так У нас еще есть Анейра И указ Анейра Это шабаш Указ Наверное Кухарка Две карты Как раз Кинада берет Очистка Вряд ли нам пригодится Пиво нужно Все нормально Начинаем Защитников Белка От белки Отыгрываем Плохого У него В рукопашке Очень хорошая карта Придут Да Точно Придут Франциск Дунка И А какая-то Четверка Хотелось бы Вот эту Но Ставим Защитников В любом случае Защите Потом Дагон А потом Смотрим Саски Ничего себе Что за колода У тебя Чел Дай ссылочку Четверт 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 Ставим Так Кажется Не было Еще Стремных Ловушек Призываем Все Призываем Все В надежде Что Призовется Все хорошо Ну Кстати Нет Нормальный вариант Но более-менее Да Это один из лучших вариантов Окей Пойдет Смотрим Отличное попадание Лучше Правда Правда Говорит Говорит Абсолютную Правду Ну Что Смотрим Здесь Еще один Кильтулиц Или что Кильтулиц Пожалеешь Что тебя Мать На свет Родила Его Отмирают Все Все Что двигается По сути Он качает Руку Но мы Не можем Никак С этим Ничего С этим Сделать Поэтому Мы поставим Остиска Остиска Поставим Мы И там Что-то Будем Подкусывать Этому Кухарку Уже Нет Смысла Хотя Блин Это Не знаю Ставим Так Так вот Давай Такого Надо Побольше Спылов Все Таким Если Акцент Делается На Кильтулицах На Кстати Эту Карту Как Можно Раньше Скидануть Есть Там Смысл Это Един От И Лена Света Не Снега Оказывается Ну Попадание Сюда Были бы Самые Лучшие Чтобы Добить Эту Сразу есть. Ничего себе. Травотечение добавляет. Глаза долины вон, прикиньте. Он глаза долины. Прикол. Разухаваем. Так, кто отмирает? Отмирает две пятерки. Раз пять. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. Нормально, нормально. Умирают две пятерки. Это нас устраивает. Необычно, да, ребят? Очень необычно. А выиграть это можно. Но сложно. Я вечно слежу за долиной. Да ртом своим последи. Потому что только за долиной. Шалдон с Кагстом есть очень хороший. Если он убивает, то он убивает, наверное, догона. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь. У него. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть. То есть, она доска учитывает другое. Дай гарпель с этим. Может, он сюда пульнет. Я думаю, да, нам плевать будет. Терки, окей. Встраивает нас. Старые, мудрые. И не знаю, на землетель. Старые, мудрые, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Окей. Хе-хе-хе. Выглядит это жестко. Согласитесь. Ну, я не знаю, насколько он умный. Но надо убивать догона в этом случае. Ну, в третьего. Третьего догона. Третьего догона. Но, скорее всего, он пульнет в Ослисга. Да, он в Ослисга выбирает. Ладно, ладно. Это ошибка. Это была ошибка. Давайте баргестра поставим, что ли. Не, можем на самом деле кухарку, но такое. Я бы похавал. Выглядит очень-очень круто. Так. Ну, давайте спел. Слешает от него, да? Ээээ, не хватает чутка. Тота ровно не хватило. Чтобы обогнать торпи. Ну, ладно, чё. Хаваем так. Ну, всё, хватит нам. Никто не понимает, как это работает. Но оно работает. Добавная получилась катка. Жалко на бриканах Энбати. Такая вот катка. Чтите своё мнение в комментариях по поводу этой колоды. Получилось достаточно прикольно, я считаю. Опять-таки, колода не тировая. Колода не самая крутая. Есть колоды покруче на чудовищах. Но, что-то новое. Что-то необычное. Вы были на канале Менталик Дэнни. Играйте на хороших колодах. Не играйте на плохих колодах. Всем удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok